Новому микрорайону быть. Строительная готовность новых домов для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот на улице Русской во Владивостоке превышает 70%. Его сдадут уже этой осенью. На сегодняшний день на объекте находится 50 человек, 4 единицы техники. Мы очень активно ведем работы по устройству наружных инженерных сетей, занимаемся разработкой земляных масс. Также ведем монтаж железобетонных конструкций дома номер 1. И работаем по внутренним инженерным сетям, ведем работы по устройству кровель, заливаем монолитные участки. Также активно работаем с устройством и закупом необходимого оборудования. Оплачиваем лифты, ждем их поставки, прорабатываем все пусконаладочные процессы, ведем работу с инженерно-техническим составом поставщиков, для того, чтобы в этом году закончить комплекс жилых домов по улице Русская. Новый микрорайон состоит из четырех десятиэтажных одноподъездных домов. В них будет расположено 496 квартир малосемейного типа для переселения граждан из аварийного фонда Владивостока. 122 квартиры предназначены для детей-сирот. Строительство ведется самым активным образом. Построено три полностью дома из четырех. Мы монтируем сейчас дом номер один, это последний дом. В июне месяце закончится его монтаж. Параллельно выполняются работы по внутриплощадочным инженерным сетям, ведется работа. Параллельно ведется работа по внутренним инженерным сетям. Мы сейчас находимся в доме номер четыре, где уже сделана система отопления. Обращаю ваше внимание, система электроснабжения, водоотведения, водоснабжения. Все эти инженерные сети в доме номер четыре и номер три закончены. Выполняется предчистовая подготовка к последующим отделочным работам, которые будут производиться в момент наступления постоянных положительных температур. Микрорайон построен в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае». С 2009 года ликвидировано почти 375 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселено около 22 тысяч человек. Диана Иванова, Новости на Восьмом. Диана Иванова, Новости на Восьмом.